Мы находимся в поселке Новый Зори Павловского района, поселок многие уже называют территорией развития детского хоккея, потому что именно здесь 24 марта прошлого года торжественно открыли Ледовый дворец. И сегодня нас встречает основатель хоккейного клуба «Скифы» Владимир Александрович Попов. Идем навстречу. Здравствуйте! Здравствуйте! На парковке нет свободного места, я так полагаю, вовсю идут тренировки. Ну да. Ну, то есть дворец востребован, родители болеют, смотрим. Слушайте, вот много лет назад вряд ли кто-то мог подумать, что здесь, в поселке Новый Зори, появится вот такой объект, который станет визитной карточкой, ну не только вот Павловского района, наверное, можно сказать, всего Алтайского края. Напомните, как вам пришла идея строительства Ледового дворца, что такой поклонник этого вида спорта? Ну почему, не знаю, например, футбольное поле, крытое какое-нибудь. Ну, два года назад такое решение было принято, как бы, не только директорами предприятий, но и всей нашей семьей, но и как основателю нашего бизнеса, что мы будем делать хоккейный модуль тренировочный, достаточно на профессиональной основе. Причина, ну причина того, что я в детстве занимался хоккеем, мне этот вид спорта очень нравился. И второй момент, Алтайский край любит этот вид спорта, очень много поклонников этого вида. И я думаю, что мы не ошиблись и сделали правильный шаг. Мы поставили задачу создать не только хоккейную школу, это именно детскую, профессиональную хоккейную школу. А до того, как появился ледовый дворец, ну, в частности, в Барнауле, да, ощущалось ли какой-то дефицит вообще льда? Вот подобных площадок, ведь желающих заниматься этим видом спорта ребятишек достаточно много, но где у нас, если точечно вот так посмотреть, есть площадки, где действительно будут качественно с ними работать? Ну, таких площадок у нас несколько, включая дворец спорта, Карандин, Усмагина, есть тоже каток, есть Бийский, Рубцовский. То есть за последнее время их достаточно появилось, ну, не скажем, что много, но появились. Конечно, этого всего недостаточно, чтобы сделать профессиональный такой подход к этому, нужно еще как минимум, ну, наверное, в каждом районе иметь. Вот такие комплексы. Нужно отходить вот от первобытного общинного строя и делать там какие-то непонятные коробки хоккейные, то они были деревянные, теперь пластмассовые. И мы считаем, что мы вот все это сделали, социальный проект, и дети довольны, да нет. Нужно стремиться к круглогодичному использованию вот таких вот комплексов. Плюс ко всему к этому уже давно, наверное, надо, пора понять, что нужен хороший хоккейный менеджер в крае, который сможет все это организовать. Плюс нужна школа тренеров, вот, нужно отходить от физруков, а нужно приходить к тренерам. И у нас это достаточно быстро получилось. Ну, тогда, Коль, мы с вами заговорили о тренерском составе, да, по-моему, не так давно прибавление среди профессионального коллектива, да, парни из Москвы приехали работать с ребятами. Буквально неделю назад ребята со Спартака, два тренера, только что здесь пробыли по 15 дней. Ну, пока они временно, да, здесь находились? Да, они были временно. Понятно. Ну, вот, потому что мы туда отправляли своих тренеров для повышения квалификации, они там побыли, потом они приехали к нам. Плюс ко всему прилетела команда 13-го года, это первый состав Спартака, с которыми там полгода назад мы встречались, играли и проиграли там 12-1. Здесь последняя игра уже показала, даже если мы проиграли, но это был 0-2. Это поражение или это все же вот какой-то результат, как сказать, опыт? Вы как вообще оцениваете те матчи? Ну, смотрите, во-первых, когда первый раз мы играли со Спартаком, и счет был 12-1, ну, наверное, это было такое глубокое поражение, и наши ребята, они, наверное, больше боялись маяк Спартака, чем команду. И после этого мы начали обращать внимание на подготовку наших спортсменов, и вдруг принимаем решение, что пригласить самую сильную команду России 13-го года в Спартак. Спартак договариваемся с Уярковым, прилетает команда на два дня, и мы проводим три тренировочных игры. Ну да, ну все мы их проигрываем, но проигрываем уже с минимальными счетами. Я считаю, что для нас это получен колоссальный опыт, потому что Спартак за всю бытность хоккея никогда не был на Алтае. Это первая команда Спартак, которая побывала. Для чего мы это сделали? Мы выиграли федеральный округ, и 9-го числа мы уезжаем в Ухту на чемпионат Третьяка. Вот, это, ну, будем сказать, основные соревнования перенства России, где со всех федеральных округов, самые сильные команды, их 12, они собираются в Ухте, и будет разыгрываться как раз приз на имя Третьяка. Задам такой вопрос, как мама тоже ребенка. Правда, у меня девочка. Я думаю, если бы она здесь побывала, она бы с удовольствием захотела присоединиться к мальчишкам. За все ведь нужно платить. Коммунальные услуги, там, не знаю, зарплата тренером, обслуживание льда. Родители какой-то финансовый вклад вносят в это все? Вообще? Вообще. Как такое может быть? Мне кажется, на сегодняшний день это что-то из области фантастики. Ну, на сегодняшний день наши предприятия могут себе позволить содержать такой социальный объект. И тот бюджет, который мы планировали на этот год, он подходит к концу. Он был небольшой, обошелся он там чуть больше 50 миллионов, а вот следующий год, с учетом игры на Москве, он уже больше 100 миллионов, там где-то около 150 миллионов. Пройдемте это. Присядем, я тут вас слушаю и за игрой за тренировкой параллельно наблюдаю. Как формировали команду? Вот, ребят, трудно ли было попасть в состав? Откуда они? Из поселка есть или с индустриального района привозят? Ну, вот смотрите, мы создали достаточно хорошие условия для того, чтобы дети и тренера пошли к нам. Нужно было создать условия. Мы их создали, они пришли. Сейчас, вот, допустим, в 13-й год, да, там у нас приезжают Соломска, с Новокузнецка, с Кирми, там, с Новосибирска есть на просмотр. И уже попасть, вот, в 13-й год уже сложнее, потому что они, квалификация очень быстро выросла, потому что мы применили совершенно другой подход к тренировкам, мы применили другой подход к физическому подготовке ребят, и все это очень быстро дало плоды. Ну, понятно, что не без поддержки, там, края, там, министра спорта. Сейчас пришел министр спорта, он настоящий спортсмен, олимпийский чемпион. Это как раз говорит о том, что приходят люди-профессионалы, и нам понятно, что поддержка с этой стороны будет. Ну, вот, вы сказали, министр, да, оценил и качество подготовки, и, в принципе, как спортсмен сам понимает необходимость такого объекта, а в районе как поддерживают, ну, как бы визитная карточка, теперь Новый Зори, Павловский район, имеет целый дворец, ну, ледовый. Это, конечно, ну, так скажем, вопрос такой. Больной, что ли? Да не больной, он смешной. Здесь никогда не бывает с района, там, руководства, они тут не были. В смысле, не приходят, что ли? Нет, они не были, они, наверное, и не знают, что он здесь есть. У них другие задачи. Вот, и когда мы приезжали к ним, там, говорили, давайте сделаем дальше вот это, вот это, элементарно, чтобы построить бассейн, который я там приезжал в главе, давайте построим бассейн, ну, это же интересно, давайте отремонтируем стадион, давайте построим хороший спортивный лагерь. И на это были такие глаза, удивление, во-первых, и несогласие, и постоянная вот эта конфронтация. Они до сих пор никак не могут понять, что сегодня растет маленько другое общество, оно по-другому мыслит, и к этому обществу нужно подходить по-другому. И если они считают, что они заделали две ямы в асфальте, это их работа, они глубоко ошибаются. Это потенциальная возможность, и рост общества, это как раз воспитание сознания тех людей, которые сегодня направлены на социально решимые вопросы для детей будущего поколения. Сегодня здесь воспитываются патриоты, настоящие любители хоккея и прочее, но они скоро станут мастерами. И вот тогда, когда они станут мастерами... Вот тогда про них и вспомнят. Да, про них и вспомнят, и перебегут, а вы помните, мы вот такие там. На сезон на будущее уже известно что-то, как будут проходить соревнования какие будут? Ну, первое, 14-й год мы готовим участие на чемпионат России по Сибирскому округу, вот, это 14-й год. А 13-й год мы готовим сегодня участвовать уже на чемпионате России город Москва. Мы будем играть в третьей группе, я думаю, что там нам не составит большого труда стать первыми, чтобы войти во вторую группу. И через два года мы думаем, что детская профессиональная команда будет играть уже в классе А на городе Москве. Сейчас мы там подыскали тоже такой же комплекс спортивный, ледовый в Москве. Ведем переговоры, как его выкупить. Ну, Москва – это маленько другой регион, там свои понимания ко всему. Ну, тем не менее, я думаю, что нам удастся там тоже создать тренировочную площадку хорошую. У нас же в школе мы не только занимаемся хоккеем, у них поставлена задача. Через два года каждый наш хоккеист должен знать совершенно английский язык. Мы им такую задачу ставим. И у нас есть педагог по английскому языку, который с ними занимается. И они к этому относятся очень серьезно. А, для какой цели? Это для общего развития или все же на перспективу, да? Мы же когда-то пообещали дворовой командой обыграть Канаду. Поэтому, когда они приедут в Канаду, они на английском должны говорить. Шутка, но доля, правда, есть. Не, ну да, так-то любопытно, почему бы и нет. С нами Бог всегда. Да. Я лично свято верю в то, что мы на правильном пути. Есть поддержка, в общем-то, общества, так скажем. Есть поддержка родителей. Отсюда, с этого порога сойдут ни один чемпион мира, ни один участник. Я уж не говорю про ВХЛ, а говорим уже НХЛ и КХЛ. И кому-то придется защищать нашу родину. Но в памяти у него, в душе, что он с Алтая, наш алтайский, будет защищать эту родину на международных аренах. Вот, поэтому все впереди. Все в твоих руках, за нами вся страна, мы поднимаем флаг, вот так.